Добрый вечер, в эфире телеканала ЖТСУ. Время новостей, с вами Азад Жмаханов. Президент Казахстана Касымжом Артокаев в Нурсултане посетил штаб по обеспечению режима чрезвычайного положения. Министр обороны Нурлан Ермикбаев доложил верховному главнокомандующему о ходе призыва на специальные сборы, а также о технической и боевой оснащенности военнослужащих в борьбе с пандемией коронавируса. Сейчас 4000 человек работают в бригаде столичного штаба, в их числе сотни военнообязанных, призванных на спецсборы. Они поделены для работы на блокпостах, дезинфекции, помощи полиции и сотрудникам Акимата. Нельзя оставлять без внимания также тех, от чьей работы зависят жизни людей. Глава государства вновь подчеркнул важность выплат премии врачам. Касымжом Артокаев отметил, что планирует лично оценить госпиталь, построенный в рекордно короткие сроки. Он возведен на окраине столицы и предназначен исключительно для больных COVID-19. Ситуация сложная, но действуя вместе, страна ее преодолеет, заключил глава государства. Добавив, что у него нет сомнений в том, что народ сумеет преодолеть временные трудности. Вы знаете, что мы сейчас делаем все возможное, чтобы помочь людям. Без людей, без народа экономики не будет. Поэтому средства из бюджета, из национального фонда мы жалеть не будем, для того, чтобы прежде всего помочь людям. Еще раз благодарю. Ежедневный мониторинг местных супермаркетов проводят власти Капшигая. Учитывая введенный в области карантин товарами первой необходимости, население обеспечивает сеть крупных торговых точек. Тоймарт, Скифтрейд и Смол. Как показал мониторинг, в наличии все 19 видов товаров первой необходимости. К тому же крупные торговые сети каждую неделю получают порядка 100 тонн продуктов. Также в резервном фонде хранится полуторамесячный запас. В настоящее время на складах находятся 56 тонн сахара, 32 тонны пшеничной мухи, 132 тонны мяса, 80 тонн макаронных изделий, 300 тонн картофеля, 100 тонн лука, 25 тонн риса и 26 тысяч литров подсолнечного масла. Наряду с крупными сетевиками в Капшигае действует и пять социальных магазинов. В них по сниженной стоимости пенсионеры, ветераны, инвалиды и многодетные семьи могут приобрести все необходимое. В нашем магазине самые низкие цены. Это в первую очередь также присутствует социальный товар, на который цена не меняется. Поставки у нас ежедневные. В день мы получаем товар регулярно, в два раза. Проблем нет с этим абсолютно. Поэтому ажиотаж, который создается вокруг, это все неправильно. И можете не переживать за то, что вы останетесь без товара. Все у нас четко распределено. На каждого хватит. Поэтому за период с открытия нашего магазина цены у нас не меняются. Мы стараемся держать стабильно. Более 400 граждан привлечены к ответственности за незаконный перевоз скота в Алматинской области. Более того, в 260 случаях владельцы в ходе проверки не смогли документально подтвердить свое право собственности. Информацию на своей страничке в Facebook опубликовали сотрудники Департамента полиции Алматинской области. В отношении виновных оформлены административные протоколы в соответствии с 406 статьей Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Работа в данном направлении будет усиливаться, говорят стражи порядка. Вместе с тем, следуя принципу неотвратимости наказания, с начала года удалось раскрыть около 70 ранее совершенных краж скота. К уголовной ответственности привлечено 112 человек. Разоблачено 28 преступных групп. Владельцам возвращено 506 голов скота. Хотелось бы отметить, что принимаемые профилактические меры позволили сократить факты скотократства на 4,5%. Причем большая часть преступлений раскрыта по горячим следам в течение суток. Это результат оперативной работы наших сотрудников. Стоит отметить, для провоза скота на основании приказа министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 21 мая 2015 года об утверждении правил выдачи ветеринарных документов и требований к их бланкам. Согласно приложению номер 7, владельцам необходимо при себе иметь ветеринарную справку. Киберспорт – единственный вид спорта, победивший коронавирус. Пандемия показала, что за игровой индустрией будущее. И не страшны ни вирусы, ни запреты на массовые мероприятия. Казахстанцы также, как и миллионы других людей, участвуют в онлайн-турнирах. Причем виртуальный мир выглядит не менее захватывающе, чем реальное соревнование. Онлайн-игры уже давно вошли в повседневную жизнь людей. И соревнования по ним проходят регулярно. Оглядный пример – турниры по футболу. В них участвуют как киберспортсмены, так и просто любители. К слову, сейчас в Казахстане проходит киберкубок по разным направлениям. Это и спортивные симуляторы, файтинги, стратегии и шутеры. Спортсмены так повышают мастерство. А именитые атлеты страны еще раз доказывают, что могут показать себя не только на спортивной площадке, но и в виртуальном мире. Сейчас в Казахстане проходит турнир даже по онлайн-шахматам «Уиде Боу Кап-2020». Организаторами выступила Федерация киберспорта страны при поддержке Министерства культуры и спорта и именитых спортсменов. Как и положено в киберспортивной дисциплине, победителя ждет внушительный призовой фонд. Принять участие может любой желающий, а игры гройсмейстеров транслируются в прямом эфире. Дорогие друзья, уважаемые любители шахмат, от имени Министерства культуры и спорта от себя лично поздравляю со стартом грандиозного события республиканского турнира «Уиде Боу Кап-2020». Желаю всем участникам соревнований прекрасной игры, спортивной удачи и увлекательных поединков. Не отстает в онлайн-играх и наш регион. Областная федерация киберспорта за последние два года провела более 50 крупных турниров по самым популярным киберспортивным дисциплинам. И на этом, говорят специалисты, останавливаться не собираются. Уже сейчас планируется проведение отборочных турниров в режиме онлайн. Желающих тоже немало – около 150 человек. Сейчас в основном мы отбираем потенциальных киберспортсменов по нашим турнирам. Каждый производится отдельно, с каждым мы производим беседу. Хотят ли они этого, могут ли они этого, потому что все равно сейчас этот спорт находится на стадии развития. Есть некоторые трудности, но скоро мы соберем сильный костяк. Сейчас мы планируем провести онлайн-чемпионат в связи с ЧП в стране. Каждый будет играть со своего дома, что будет абсолютно безопасно для всех. Мастер спорта международного класса по борьбе в вольном стиле Даурен Жумагазиев и руководитель отдела спорта управления Алматушки Импиров тоже участвуют в онлайн-баталиях. Из-за сложившейся ситуации в мире всем приходится сидеть дома. Все спортивные события приостановлены. Но соревнования проводить можно по киберспортивным дисциплинам. В области планируются турниры по Counter-Strike, Dota и FIFA. Однако, уверяют эксперты, сильно увлекаться видеоиграми не стоит. Между матчами необходимо делать перерывы. И к тому же зарядку никто не отменял. В это нелегкое время спортсмены всем советуют поддерживать физическую форму. Алексей Цой, Габид Кандархман. Телеканал ЖТСО. Это вся информация к этому часу. Встретимся в 21.30.